Вечер на Домской. Продолжаем работу. Говорим о выделении 350 миллионов долларов оказания помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. В студии у нас Владимир Дубовик, политолог-международник. Приветствуем вас, Владимир. Предлагаю сразу начать с информационного сюжета. Максимально полная информация. Смотрим и возвращаемся в студию. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год. В нем предусматривается выделение 350 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В посольстве Соединенных Штатов отметили, что проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины в области безопасности и обороны. В документ включены положения, которые позволяют использовать средства оборонного бюджета на реабилитацию украинских военных медучреждениях Америки. Также об учении и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере. Кроме этого, украинские дипломаты указывают на то, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны. Ну и в связи с этой темой я напоминаю телезрителям, что у нас проходит голосование, предлагаем мы вам в нем принять участие. Звучит оно так. Поддержка Соединенных Штатов Америки, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов говорит о трех вариантах, три варианта ответа. Это доверие к власти, договоренности совместные, либо это просто совпадение. Такие три варианта предлагаем мы. Как вы видите эту ситуацию? Вашими глазами, что это? Да нет, совпадения тут никакого нет. Позиция США по поводу помощи Украине, она довольно последовательная, системная. Мы наблюдаем это не первый год. Особенно, конечно, эта поддержка усиливалась после известных событий начала 2014 года, то есть Крыма и Донбасса. Поэтому здесь ничего странного нет. Я хочу внести некоторую ясность сразу в вопрос про финансовую помощь на военную дела. Во-первых, это не значит, что мы получили оружие. Почему-то у нас многие путают это. Дело в том, что все равно нужно отдельное решение политическое со стороны президента об предоставлении оружия. Такого решения еще не принято. Владимир, троеточие ставлю. Подключаем к нашей беседе экс-министра обороны Анатолий Гриценко у нас на телефонной связи. Добрый вечер. Доброго вечера. Да, хотим услышать ваше мнение на этот счет выделения Америкой 350 миллионов на оборону. О чем это говорит? Что это для Украины? Америка остается партнером для Украины. И, понятно, что когда идет о военную помощь, и тем более о возможности для летальной оружия, а такая предупреждается, то это партнерство расширяется на поддержку нас и российской агрессии. Я хочу лише уточнить, что половина цієї суммы может быть надана безумовно, а половина надается на определенных условиях. И эти условия, американская сторона, на превеликий жаль для нас, это неприятно принимать, но нет доверия до того, что реформа нами, нашей военной сферы, будет двигаться и будет успешной. И поэтому эту другую часть нам могут выделить лишь тогда, когда американцы переконаются, что керівництво Збройных Сил, президент Минобороны Генштаб, справедливо действует позитивные кроки в направлении реформования нашей армии. Лише тогда это будет надо. Это неприятно. Да, скажите, пожалуйста, сам факт выделения такой суммы и, кроме этого, уже длительного обсуждения в вопросе помощи летальным оружием, это о чем говорит? Как это может воспринимать общественная среда, какое будет общественное мнение наших партнеров европейских? И как на это может отреагировать сама Россия? Не будет ли это поводом для эскалации конфликта? Не слышно. Анатолий, как вы нас слышите, вы пропадаете. Анатолий нас предупредил, что находится в дороге и связь может пропадать. Пропадать. Именно сейчас это и произошло. Но, возможно, установим связь и вернемся к обсуждению этой темы. Хочу вам адресовать этот же вопрос. Вопрос летального оружия давно обсуждается. И вот сейчас выделение финансовых средств. Как на это может отреагировать Россия? Я думаю, что возможность эскалации со стороны России есть. Потому что нет полноценной такой гарантии, что Путин воспримет такое выделение, предоставление летального оружия спокойно. Но, с другой стороны, мы ведь видим, что эскалация происходила неоднократно со стороны России и без выделения американцами нам летального оружия. Поэтому, думаю, что здесь, с точки зрения обеспечения наших вооруженных сил более современным оружием, это будет правильный шаг все-таки. Хотя я несколько запоздал. Что касается условий, о которых говорил Анатолий, часть суммы понятна, часть будет выделяться в исходя из эффективности проведения реформ. А я думаю, что такая увязка обязательно должна быть. К сожалению, да, вот как и говорил господин Гриценко, это свидетельствует о некотором недоверии к нашей власти со стороны наших западных друзей. Но, думаю, что причины для такого недоверия существуют. И поэтому лучше бы, конечно, все-таки, чтобы они проверяли всегда, на что идут деньги. Ну, вы недавно были в Соединенных Штатах, буквально вот совсем вот недавно. И как, в принципе, там оценивают в целом под реформ в Украине? Говорят об этом вообще? Конечно, говорят. Ну, как они об этом не говорят. 24 часа в сутки по центральному телевидению американскому. Там другие приоритеты. Конечно, сейчас и Украина не находится в числе приоритетов. Но среди тех, кто об этом говорит, будь то журналисты или наши коллеги, эксперты американские, они об этом говорят. И они высоко достаточно оценивают ту работу, которая проделана в сфере реформ украинской власти за последние три с лишним года. Но при этом они также фиксируют некое торможение хода реформ и отсутствие системности продвижения реформ и сохранение высокого уровня коррупции в нашем государстве. И хотя наша власть говорит, что наша война на Донбассе – это одно, а наши реформы – это другое, на самом деле на Западе воспринимают это как единое целое. Между этими двумя вещами они видят явную связь. И поэтому вот то торможение, как они его видят в деле реформ, оно влияет в том числе на представление военной помощи. В данном случае помощь была предоставлена, но это не в первый раз. Американцы за последние годы дают нам такую помощь. Такую аналогичную или все-таки это беспрецедентно? Нет, это аналогично. На самом деле уже, по-моему, если не ошибаюсь, около 500 миллионов за предыдущие годы было выделено именно на военную помощь. Но когда мы говорим военной помощи, нужно подчеркивать, что это не обязательно предоставление оружия. Вот, например, радары уже тоже предоставлялись раньше. Но просто о летальном оружии очень долго говорили. Давно говорят, но возле ныне там. Дискуссия в Вашингтоне продолжается. Есть такое ощущение, что в этой администрации немножко маятник качнулся в сторону тех, кто настаивает на том, чтобы дать все-таки Украине оружие летальное. Но решение еще не принято. И оно будет все равно за президентом. Да, сам факт того, что это обсуждается, это тоже политика. Конечно. Да, если бы не обсуждали, можно было бы по-другому говорить. Это как уровень взаимоотношений. Однозначно. Идет дискуссия между разными ветвями, скажем так, флангами в этой администрации. Например, Курт Уокер, который нам хорошо в Украине известен, специальный посол по Украине, украинско-российскому кризису, конфликту. Он сторонник предоставления оружия. Но он не принимает все решения в Вашингтоне, потому что он всего лишь один из чиновников в рамках администрации. В Пентагоне, в Министерстве обороны эта идея имеет определенную поддержку и так далее. Но в самом Белом доме среди ближайших советников президента и самого президента Трампа нет гарантии того, что он склоняется к этому решению. Потому что Трамп на самом деле в глубине души своей, он достаточно пророссийские политики, он не хочет идти на ужесточение отношений с Россией. Он все-таки сохраняет надежду на улучшение отношений с Россией. Если бы не это постоянное расследование его возможных связей или его ближайшего окружения, его избирательной кампании в 2016 году с Россией, то я думаю, что он бы уже пошел на какие-то шуги на встрече к России, которые могли бы ей происходить за счет интересов Украины. Но он не может тебе этого позволить, потому что к нему приковано внимание именно с точки зрения его российских связей. Выделение этих средств это все-таки желание помочь Украине или такой димаш против России? Очередной раз показать, что... Ну это не димаш в отношении России, но это признание угрозы российской, да, в отношении России и всего региона. Потому что в Америке понимают, что угроза российская касается не только Украины, она касается всего большого восточноевропейского региона. Под угрозой находятся прибалтийские страны, угрозу ощущают черноморские страны, такие как Румыния, Болгария. И Вашингтония это, в общем-то, понимает. Ну и, конечно, желание помочь Украине, но и заменитель прямого участия в конфликте, потому что американцы сразу нам дали понять, что мы же не пришлем сюда свои войска, которые будут вместе с украинцами воевать против российских. Но сегодня Соединенные Штаты, они усиливают свою обороноспособность? Они усиливают, да, вот этот бюджет, который предполагал Трамп, он увеличен по сравнению с предыдущими, хотя и так он был огромный раньше. 700 миллиардов долларов. Чуть больше 700 миллиардов, по-моему, если со всеми там... Оборона бюджет Соединенных Штатов. Да, да. Скажите, ну вот кроме условий, которые выдвигают в качестве требований Соединенные Штаты в отношении Украины в связи с этим, с этой материальной помощью, вопрос обязанностей, который, возможно, между Украиной и Соединенными Штатами возникнет. Чем мы будем обязаны за такую помощь, за такую финансовую... Конкретно за эту ничем, потому что это просто чистая финансовая помощь, безвозмездная. Это не кредит, за который мы должны потом будем рассчитываться. Это просто предоставление безвозмездной помощи. А условия, о которых говорил господин Гриценко, они связаны именно с применением этих денег нашими вооруженными силами. Чтобы мы могли показать американцам, что деньги действительно ушли на определенные вещи, связанные с обеспечением нашей обороноспособности, укреплением нашей обороноспособности. Что они не уплыли в какие-то другие, скажем так, сферы. Конкретно по этим 350 тысячам. В целом, позитивно эту новость характеризуетесь? Да, конечно, это позитивная новость, однозначно, потому что сейчас просто будем еще решать, на что они будут потрачены. Потому что деньги выделены, не значит, что уже расписано, что должно быть куплено столько-то-то-то-то-то-то-то-то. Это уже американцы с украинцами вместе военные сядут и будут обсуждать, что нам нужно в первую очередь. Например, некоторые говорят, у нас нет сейчас военно-морского флота как такового. Фактически мы его полностью потеряли, когда потеряли Крым. Поэтому, может быть, нужно создавать какие-то все-таки заменители этого военно-морского флота. Создавать, может быть, какую-то флотилию небольших торпедных катеров. Но что-то, чтобы защищало нашу береговую линию, потому что на самом деле сегодня она фактически полностью открыта для возможного российского вторжения. Получение финансовой помощи для улучшения оборонных моментов, приезд и появление в Украине американских солдат, которые помогают в качестве мастер-класса, в качестве обучения, рассказывают, что и как. Можно это трактовать, как, например, Украина воюет с Россией руками Америки? Скорее наоборот. Некоторые говорят, что это Америка воюет с Россией руками Украины. Но я на самом деле не согласен. Это, конечно, наш конфликт с Россией. Россия часто так трактует. Господин Путин когда-то сказал, что мы воюем в Украине с передовым контингентом НАТО. То есть постоянно показывает российскому общественному мнению для внутреннего потребления, что конфликт они с Украиной, потому что украинцы же наши братья и так далее. Мы хотим помочь избавиться от этого незаконного режима, который у них оказался в власти, как говорит Путин. А конфликт у нас с Западом, который у нас, Россию сдавливает со всех сторон. На самом деле, конечно, действительно, наверное, можно говорить, что конфликт с Западом. Другое дело, что Запад пока не входит в формат такой вот холодной войны против России. А Россия давно уже ведет в последние годы политику, которая типична для той традиционной холодной войны, которая, по идее, заканчивается еще в конце 80-х, начале 90-х годов с распадом Советского Союза. Вы упомянули НАТО. Вот есть такое мнение, что на самом деле этот альянс, он абсолютно несостоятельный, и бояться его нет смысла, такая вот страшилка. Ну вот, с одной стороны, часто одно и то же говорят одни и те же люди, вернее, разные вещи. Они говорят, с одной стороны, это страшилка, он ни на что не способен, с другой стороны, это угроза. Поэтому как-то им надо определиться, я думаю, с тем, кто так говорит. Либо это угроза, либо это ничего не стоящий альянс. Как вы оцениваете мощность? Я считаю, что альянс стоит того, для чего он был создан. Он сейчас сделал очень много серьезных шагов в сторону того, чтобы стать более эффективным, и лучше отвечать, в том числе, российской угрозой. Другое дело, что Украина, конечно, не входит в этот альянс, поэтому НАТО не собирается нас защищать. Да, по поводу самого ухода, перспективы Украины, об этом очень внятно. Перспективы очень туманные, да. Перспективы очень туманные по разным причинам. Во-первых, НАТО не планирует расширяться, и уж точно не по ходу нашего конфликта с Россией, пока он продолжается. Многие политические элиты в странах НАТО считают, что это было бы слишком провокативным шагом в отношении России, принять сюда Украину. Тем более, что за Украину ведь нужно тогда было бы отвечать за ее бороноспособности. Поэтому, конечно, в НАТО пока на это идти не собираются. А о чем же это говорит, заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в ближайшем обозримом будущем надо делать очень серьезные шаги по направлению к вступлению в альянс? Делать шаги можно по направлению к вступлению в альянс, но это не значит, что мы будем автоматически приняты. Эти шаги можно делать очень много. Мы не получили даже план действий по поводу членства. Это такой документ, в рамках которого страна готовится к возможному членству. Некоторые страны находились в них 10 и больше лет, например, в Хроватии. То есть это на самом деле какие-то шаги по направлению к членству и того, чтобы отвечать критериям на вступление. Это еще не значит, что страна получит автоматически право вступить в альянс. Мы должны делать эти шаги, но при этом мы должны понимать, что членство не то, чтобы только мы их сделаем и сразу получим. Референдум проводить нужно? Референдум провести можно. Есть, конечно, определенные опасения. Ну, например, что все-таки тема НАТО может поссорить больше украинцев. Хотя мы стараемся сейчас больше говорить о том, чтобы мы были все вместе, как единый народ. Есть такая точка зрения, что те, кто против НАТО, еще более же встречаться против нынешней власти и так далее. Ну, а с другой стороны, показать всему миру, что мы страна изменилась. И общественное мнение у нас настроено позитивно сейчас по всем вопросам по отношению к возможному вступлению в НАТО. Это не помешает. Владимир, на телефонной связи у нас находится журналист-международник Николай Сирук. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, хотим услышать ваше мнение по поводу выделения Соединенными Штатами Америки 350 миллионов долларов на оборону для Украины. Что это значит, по-вашему? Ну, это означает, ну, хорошо, что принята эта сумма, точнее, вчера президент писал, и это значит, что вступило в силу. Раз. Другой, эти деньги будут выделены на поселенные способности Украины. Это означает, что что-то будет обладание, там, скажем, лиморское деякое обладание, батарейные радары, деякие протеракетные вещи. Вот. То есть, пакет, как бы, расширяется в этой помощи. И плюс, пока еще неведома доля 300 миллионов, это будет летальная оружие. Это, как бы, еще детальное решение будет, оно мое быть ухвалено и окремо подписано. Это, впервые. Для этого нам давали, да, протераке эмираторы, там, Хамфи, и другие машины. Вот недавно пришли Хамфи, какие медицинские, там, допомога, да. То есть, ну, это было очень позитивно и очень хорошо, что там в Америке налаштовлены люди на поддержку украинцев. Я сопротивостоянию с Россией. Тут, как бы, вопросов нет. Это очень-очень хорошо. Вот. Так, а еще что? Алло? Да, да, вот теперь был голос. Да, говорил о том, что в этом пакете предусматривается помощь и в виде летального оружия. Нет, это окременно, да. В рамках 350 миллионов мае бути сумма 50 миллионов розглянута, яка реально самолетальная зброя. То есть, это джавели, еще какие-то вещи, которые нам, как бы, нужно поселить в борьбу против танков. Ну, и противополитерную оборону. Эти вещи нам очень, как раз, их очень бракуют. Поэтому, тут все-таки можно видать, что нам не затягивали и подписали этот закон. Еще один популярный вопрос, который мы задаем по поводу условий и обязанностей Украины перед Соединенными Штатами в связи с этой помощью. Что? Что? Я в обязанності. Нет, там, смотрите, все, ну, деякие вещи, которые даются, там, бесплатно, Ханві, там, еще и другие вещи, ну, какие условия тут могут быть? Еще раз, что, деякие, ну, скажем, если будут джавели, или нет, что ясно, что они не должны потрапить в руки, ну, скажем, Росии, там, сепаратистов, еще кого-то. Там будут, ясно, что эти условия, и оно какому-то мое контролироваться. Тут, это, как бы, будет с будь-якой Украиной, нет вопросов. Спасибо вам большое, Николай. Да, прошу. Да, спасибо. Николай Сирук, журналист, международник, был на телефонной связи. Владимир, вопрос к вам такой. Вы были в Соединенных Штатах совсем недавно, как мы уже сказали вначале. Возможно, у вас получилось пообщаться с жителями Америки? Они, нет такого ощущения, что они, возможно, устали от Украины? Или они вообще не говорят об этом? Или это только политические? Нет, такого ощущения нет. Я еще раз повторю, что просто у нас, мы живем в таком мире, где нам кажется, что весь мир крутится вокруг Украины. На самом деле это не так. Вот. И поэтому для простых американцев это тем более не так. Вот. Украина не находится среди приоритетов их внешней политики. И поэтому, когда говоришь с американцами простыми, как правило, они выражают большое сочувствие и симпатии. Но при этом говорят, что понимаете, что у нас есть определенные красные линии, через которые мы не можем перейти. Например, мы не хотим прямой конфронтации с Россией. Это было бы, понятное дело, огроза новой мировой войны или, скажем, прямого ядерного столкновения. Поэтому то, что мы вам помогаем и делаем для вас, мы, тем не менее, можем это делать только до определенных пределов. За которым вот это вот непрямое столкновение США и России. И которое нам в Украине тоже было бы не очень хотелось иметь. Потому что мы превратились тогда в основное поле битвы в этом столкновении. Что касается последних скандалов, связанных в частности с Михаилом Саакашвили, это видно там, заметно? Или тоже просто не обращать внимания? Это очень заметно, потому что, на самом деле, очень большое внимание уделяется вот ходу реформ или их отсутствию. Поэтому, конечно, то, что в нашем внутреннем доме нету лада, нету порядка и нету вот этой консолидации основных политических игроков и сил для решения единой задачи, продвижения реформ, борьбы с коррупцией. Это очень бросается в глаза нашим западным друзьям и усиливает вот эту волну усталости от Украины, которая сейчас поднимается все выше и выше. Вот эти последние сюжеты, связанные с противостоянием Порошенко с Саакашвили, они дали такой эффект, что многие разводят руками, просто, на самом деле, из наших друзей на Западе, и говорят, что украинские лидеры занимаются не тем, чем надо. Они выясняют между собой отношения, при том, что рейтинги у того и у другого не очень высоки на сегодняшний день, я не говорю. Скажите, а как вам показалось, они это говорят осознанно, понимая ситуацию, которая происходит в Украине, либо это так, слова брошены поверхностно? Нет, они прекрасно понимают ситуацию в Украине. На самом деле, за массу своих визитов и разговоров с коллегами своими в Америке, я часто сталкиваюсь с ситуацией, что многие американские эксперты лучше знают ситуацию в Украине, чем наш. Поэтому, если тут незнания ситуации нет, поверьте, там на нужные столы вложится информация очень оперативно о том, что здесь происходит. И все-таки, как вы оцениваете сейчас отношения Украины и Соединенных Штатов? На каком уровне? Я оцениваю их как достаточно позитивные. Да, несмотря на то, что у власти в США находится президент Трамп, который изначально шел к власти с идеей сближения с Россией и не уделял большого внимания Украине, тем не менее, внутри его администрации внешняя политика оказалась в руках людей, которые более традиционных взглядов придерживаются, в том числе таких взглядов, как опасения в отношении намерений России и необходимость поддержки Украины. Спасибо вам большое, что нашли время. Сегодня обсудите эту тему. Владимир Дубовик, политолог-международник, был у нас в гостях. Далее новости. Алла Есина ознакомит с последними событиями. После новостей вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин